Реченька И всем как всегда привет, с вами Рампал И в итоге прошла почти неделя с того момента, как нам выдали новое обновление пощупать, посмотреть Некоторые уже сделали выводы, некоторые уже что-то подобрали для себя интересное Где-то мы нашли фарм новый, интересный, в принципе адекватный Также нам подкинули новые катушки мультипликаторные, силовые, легкий мультипликатор В навыках, соответственно, вы можете это все посмотреть Очки вкладываются сразу и в то, и в то, независимо куда вы начнете вкладывать Это будет либо в тяжелый, либо в легкий Не принципиально Три вида катушек у нас есть в пользовании Это получается легкий, средний и тяжелый В первую очередь хотел бы вам сказать то, что на катушках есть две придатки То есть скоростная и тяговая Они очень неплохо вклеиваются в ловлю, как с плавом, так же троллингом И, в принципе, даже адекватно показывают себя на крупной рыбе, такой как на сама Сейчас вы видите то, что я на видео меняю придатку на тяговую Это очень медленно идет И, соответственно, на скоростную На скоростной очень даже неплохо себя показывает Да, катушки большей части работают именно с тяжелыми приманками Они не могут нормально закидывать мелкую Но есть несколько катушек, которые у нас появились именно с маленьким тестом Есть катушка от 15 грамм Кстати, я ее хочу попробовать, посмотреть В дальнейшем, не знаю, еще не разбирался И внимательнее смотрите в возможности катушек Под каждой катушкой написано Для трофейной рыбы, то есть морская трофейная рыба То есть для крупной рыбы Тяговая, не тяговая Троллинг, ну и так далее Почитайте возможности В каждой катушке это все написано Фрикционы у них также у всех разные Но и механизмы Что главное с механизмами Большая часть всех катушек, которые сейчас вышли Они с повышенной прочностью механизма Даже на ваших глазах сейчас у нас катушка, которую я держу Она не очень дорогая Она не очень, в принципе Как вам правильно сказать Не очень В нее много вкладывается Но механизм у нее хороший И в принципе даже адекватно К сожалению, у меня нету других еще палок Вот сама Я бы с радостью половил сразу на несколько сплавов Но у меня всего лишь был на 52 килограмма джерк И Рокет Ультим убрал, когда я также тестил Рвал и крюки Рвал и новые тройники Кстати, тройники у нас появились 5 и 6 Огромного размера Которые держат до 120-140 килограмм прочности Они ломаются Так же, как и шнуры рвутся под топовые катушки Мультипликаторные К сожалению, у нас нету ни снастей, ни катушек, ни шнуров Предположительно, по заявлению от разработчиков Прочность топовых механизмов Порядка 350 плюс килограмм Но пока что мы это все проверить не можем И вам советовать брать Либо не брать эти катушки Я, к сожалению, не могу Их, правда, очень большое количество Да, и разбираться в них что да как Я тоже не могу В принципе, сейчас вот стоит на катушке Катушка тянет спокойно Но у меня слабая снасть И, соответственно, пришлось немного повозиться Чтоб с ней справиться Но я думаю, что это не проблема Некоторые упарывались раньше и со стилхедом Кстати, стилхед у нас тоже изменился Не забывайте смотреть в магазине Там есть и громовка теперь пониже И помощнее он есть Может быть его и можно использовать тоже под сама Кстати, надо его попробовать Дальше Что хотел сказать Да, мне, в принципе, тяговая скорость Способность не очень нравится Она не очень сильно отличается от стандартной Которую мы там делаем на Венге Если что-то тяжелое Еле-еле крутит И не важно, какой у тебя там Не знаю, голод, не голод Энергии Она все равно тянет именно медленно На скоростных, кстати Ну вот на данной катушке Нету скоростного Скоростной придатки Что, к сожалению, наверное, плохо А может быть и правильно Со стороны разработчиков сделать не все С двумя видами Придатки Потому что есть и мультипликаторы Скорее всего, я так предполагаю Именно под троллинг чисто В принципе, там так и написано То, что она предназначена А те, которые с двумя придатками Не-не-не Уже под морскую ловлю Там написано Трофейную рыбу Крупную Ну Что могу сказать По катушкам Это пока что только голословно Все полностью просчитать До миллиметра К сожалению, никто не сможет Это невозможно Разработчики Только если нам конкретно скажут Что сила механизма У этой катушки такой А у другой вот такой Ну и мы Будем только опытным путем Это все смотреть Да Под сама Под тайменьем Под троллинг на крупную рыбу Катушки шикарные Прям вот скажу от себя То, что да Сама он прям не чувствовал На 30-40 килограмм Что империал Ой, что белуга Что сад триумф Что тайга Они неплохо себя показывают Те катушки, которые у меня есть И я их все уже В принципе попробовал Тесты там, конечно, заоблачные Есть и 70 грамм Есть и 77 И так далее И опять же По всем остальным моментам Я думаю, вы можете полистать Именно магазин Посмотреть, что у нас есть Разобраться Проверка Тот же самой равной катушки С стилнесом И с империалом Я хочу тоже проверить Я ее попрошу тоже на тест Я их постараюсь протестить Но не забывайте То, что у них разные тесты У нас империал вместе со стилнесом Имеют низкий тест И очень хорошо подходят Под воблеры Под мелкие В некоторых случаях Заходят и Под сама Можно использовать И ту, и ту катушку Но пока что Вам советовать Что вам покупать Или не покупать Я не буду Не хочу Чтобы потом Вы пожалели Об этом И говорили Что Вовка Какашка Вот такой Вот взял Посоветовал Я взял Это говно Голимое Нет Я не буду советовать Это только вам Единственное Что могу сказать Что мне интересна Одна катушка Это белуга Из мультипликаторов У которой Низкий тест Там тест Идет от 15 грамм Вот она Возможно Для меня Будет интересна Она может быть Универсальной Но это Опять же Впоследствии Я только буду смотреть И если Получится То конечно же Я ее себе возьму Попробую Опробую Посмотрю Что да как Следующее Что еще могу По катушкам сказать Юзал я почти Уже 4 дня Эти катушки Посмотрел Половил самов Кстати На 15 метровой яме На Ахтубе В принципе Вы увидите Где я ловлю Это в начале карты Заходит Сомик Можно и с плавом Можно половить Спокойно И За час Я сделал Там почти 400 монет Даже с учетом Что я ловил В основном Только на одну палку Так что Смотрите И Все катушки Которые есть Из новых Именно Мультипликаторные По износу Я бы сказал Что не очень Да изнашивается 1 0,1% Там Убился По механизму Там Шпуля Да Смазки Много Уходят С использованием Шнура Это я прям Не спорю Но Опять же Прям проверить Что да как Какой ремонт Чуть дальше Вы увидите Ценники Да и Можно будет Какой то вывод Сделать Ценник Конечно Не прям Уж такой Маленький Я вам так скажу Потому что На нулевых Почти процентах Того же Самого Меха Уже 2000 Серебра На ремонт Но это уже Издержки Того что Катушка Стоит Тоже Не 5 рублей А Стоит Почти 70 тысяч Так что Ребят Только вам По катушкам Решать Тяга Хорошая Дальше Сейчас Опять же Вы увидите Уже На Триумф Тяга Хорошая Скорость Хорошая Что мне нравится Вытаскивает Неплохо 30-40 Килограмм Он прям Не чувствует Он крутит Во всю силу Как он может И Скорость Сматывания Очень даже Неплохая С учетом Того Что на Топовых Катушках Увеличена Шпуля Очень Большая И Вместительная И Можно рассчитывать Что И покататься И Не кататься Даже Если Нантов Взять Можно на месте Стоять И ждать Когда он Устанет А потом Просто Потихонечку За ней Прокатиться Главное Чтобы Забойки Не ушло Так вот Насчет Этого Всего Могу Что вам Сказать У нас Есть В обновлении Еще Добавились Новые Фичи Фичи Какие Добавились В магазине Белуга Который У нас На Ладоге Появились Мультипликатор Которые Относятся К ним Также Там Появилась Одна Еще Катушка Имена Которую Можете Приобрести За голду К сожалению Только И Ей Дается Серийный Номер Который Вы Впоследствии Можете Знать Что Это Эксклюзив Только Ваш И У вас И У вас Такая Вот Катушка Интересная В дальнейшем На Озере Янтарном Также Магазин Займон Там И Она В данный Мемент У нас Топовая Среди Всех То есть Она Наподобие Инферно Но У нее Самый Низкий Тест У нее Чуть Помощнее Получается Придатка Поинтереснее Даже Так Сказать Тест От 1.6 Грамм Зайдет Она Просто На Все Что Угодно И Это Очень Очень Интересно Была Была Возможность Я бы Хотел Себе Тоже Такую Катушку Ну Чисто Для себя Но С Голдой Конечно Я Не Очень Сильно Дружу Не Очень Сильно Как То Она У Меня Копится Потому Что С Турнирами Не Всегда Все Получается Но Вдруг Что Получится И Мы Сможем Приобрести Да Одну Катушку Я В любом Случа Буду Брать Но Это Вы Узнайте Потом Сама Вы Видите Я Вытащил В принципе Быстро Даже Не Напрягаясь Она Шустренько Все Вытаскивает Да Я Протестил Все Катушки В основном На Разрыв Большая Часть То Что У Меня Есть Они Механизмы Ломают Все Крюки Ломают Топовые Получается Джиг Головки Шнур Рвал Я За счет Того Что Ставил Тройники Новые Шнур Рвался И Как Прям Проблем Вообще Нет Было Бо Неплохо Если Нам Подвезли Новые Крупные Джиг Головки Это Было Прям Огонь С учетом Того Что 77 Тест К примеру Либо На топовой 51.5 Тест Да Ей Вообще По барабану Там И палки Интересные Но Я думаю Впоследствии Нам Завезут Новые Какие Палочки Новые Шнуры Еще Потому Что Возможно Будем Ждать Морскую Какую Нибудь Морской Водоем На Котором Мы Сможем Уже Прям От души Это Все Делать И Ловить На Палтуса Тунца Я Не Знаю Как Это Сказать Значит В магазине Мультипликаторные Катушки Вы видите Они Все Помечены New Как Новая У Всех Вы Можете Посмотреть И Тест Смотрите Внимательно Описание У них У всех Прописаны Возможности Спинговая Ловля Троллинг Также Тест Какой Интересен И Сравнить Есть С чем Возможно Она Вам Больше Зайдет Давайте Поочередно Будем Смотреть Я Буду Стараться Брать Все Катушки По Рядам Что Можно Потестить Посмотреть Буду Стараться Брать И Что О них Рассказывать В Стилнес У нас Добавились Три Вида То Катушек Там Шпуля Побольше И Тест Другой То Тест Смотрите Видите Есть 17 Грамм Есть 30 Катушек Просто Немоверное Количество Шпули У всех Разные Вместимость Хорошая 500 метров Там Каких-то Есть 300 метров То есть Много Чего Интересного Нам Предоставили С обновлением С чем Можно Поработать Но Не Торопитесь С покупкой Видите У Двух Видов Катушек Есть Одна Которая Под Спиннинг Там К примеру А другая Идет От 16 5 Грамм Тест Но У нее Есть Тяга Есть Скоростная Есть Тяга Тоже Очень Хорошие Катушки Которые Под Замену Также Steelhead Изменился Цены У нас Поменялись Не забывайте Много Что Сняли С Производства У нас Ушли Много Старых Наших Добрых Низкопрофильных Катушек Такие Как Zero Z Которая Низкопрофильная Займоновская Также Майор Ушел Старый Они У кого-то Есть Наличие Сейчас К сожалению По Низкопрофильным Катушкам Для Новичков Будет Проблематично Подобрать Сейчас Новый Тест С Новыми Катушками Подобрать Тест Будет Очень Сложновато Потому Что Те Катушки Которые Нам Предоставляются В данном Случае У них Тесты Заоблачные Что Взять Что Интересное Надо Почти 5000 Серебра Что У нас Это Уже Было И С Учетом Этого Всего У нас Чтоб Ультралайт Неплохой Собрать Хотя Бы Оптимальный Получается Нужно 5000 На Катушку И Получается Почти 3000 Не Три А Почти Пять Тоже Грубо говоря Да Почти 5000 На Нормальную Палку Это Легенду Хотя Это Оптимально Было Было Даже С учетом Того Что Это Тунгуска Это Будет Неплохо То Что Новые Сейчас У нас Есть Катушки Низкопрофильные Которые Повыходили Там Поменялось В принципе Фрикцион Стал ниже У того же Самого Майора Который У нас Новый Также Другая Придатка Громовка На Майоре На старом От 2 И 9 Грамм На новом Получается 3 И 1 З З З З Заменился Тоже Стал И Фрикцион Меньше И Все Остальное Вот Про Эту Белугу Я Прикольный И В принципе Можно Попробовать Почему Нет Вот Триумф Есть Тоже От 15 Грамм Кстати Да Наверное Я чуть Ошибся Не Венго От Триумф От 15 Грамм Тест Вот Я Сейчас На ней Остановился Посмотреть Увеличенные Шпули У них Вот Это Мне Катушка Интересна От 15 Грамм У Нее Тоже Повышенная Прочность Повышенная Получается Составляющая И Две Придатки Скоростная И Тяговая Вот Это Вот На 15 От 15 Грамм Мне Будет Интересно Пощупать Посмотреть Куда Она У нас Зайдет В принципе По топовой Сборке Она Очень Даже Кстати Будет Заменимая Возможно Смотря Какой Механизм Надо Все Таки Это Все Посмотреть Я Постараюсь Это Все Разобраться Может Что То Интересное Из Этого Выйдет Также По Низкопрофильным Продолжим Смотрите Внимательно Тесты Там Большие У нас Приманки Есть Маленькие Есть Покрупнее Может Что Под Рыбу Которая У нас Сейчас На Тунгуске Будет Другое Не Забывайте То Что У Нас Появились Новые Катушки Мелкие То Именно Мясорубки Которые Заменены Тоже И У Нех Тоже Новые Характеристики Это Тоже Смотрите Внимательно Также Не Забывайте То Что Многие Катушки Кстати Новые Которые Спиннинговые Пришли Они Неплохо Встанут На Те Же Самые Ультралайты На Те Же Самые Спиннинги Там Есть Парочку Интересных Катушек Которые Я Хочу Тоже Посмотреть И Которые Можно Использовать На Малых Уровнях Тоже Самое Вот К примеру Спутник Вот Этот Пульсар В Принципе Хорошая Альтернатива Той Самой Сабры Можно Спокойно И Использовать 9,5 Килограмм Цена У нее Адекватная На Первое Время Для Новичка Не Тысячу С чем То Там Платить За Сабру Кстати Она Тоже Немного Стала Другой Цены Но Это Все Уже Я Думаю Вы Сами Прекрасно Поняли Много Катушек Которые Мне Интересны Стали По Своему Фрику Ну И Много Тех Которые У нас Интересны Для Спиннинга Может Быть Но Пока Что Равных Бести Для Спиннинга Бести Адмирала Я Пока Что Не Увидел Можно Конечно Венгу Использовать Для Этого Всего Но Это Уже Если Вы Прям Можете Себе Позволить Вот Одна Из Катушек Которая Мне Тоже Интересна Она Находится У нас На Ладоге Мы Сейчас Туда Перейдем На Ладоге В Магазине Получается Брендовом Которые У нас Уменьши На Ладоге Есть Также Мастерская Не Забывайте Что У нас Там Имеется И В продаже Всегда Катушки Всегда Можно Найти Все Что Интересно По Ремонту Видите То Что Я Использовал Вы Видите Сцены Сейчас 500 Монет Стоит У нас Получается Фрик Сама Шляпа Получается Механизм Уже 2000 На Минимум Интересно Сколько Будет Стоить Она Когда Она Будет Хотя Износом 50 Процентов Я Не Знаю За Облачные Бабки Будут Тысяч По 15 Но Опять же Это Кто Может Себе Позбавить Купить Такую Катушку Соответственно Он Сможет Ее Обслуживать Но Это Все Ограническая Короче 6000 Она Именная Ее Можно Купить Только В Магазине Белуги Она Имеет Ограниченный Выпуск Вы Видите Эксклюзивом У нее Всего Тысяча Экземпляров Я Бо Ее Хотел Да Вот Я Бо Хотел Эту Катушку Чтоб Она Была В Будут Всегда Одни Те Ж На Других Водоемах К сожалению Я еще Все Не Проверил Что Почем Схоже Не Схоже Но В основном Волхов Сура Ахтуба И получается Нугуска У нас Сейчас Цены Одинаковые Также Второй Магазин Который Брендовый У нас Есть Это На Янтарке Займан Где Появляетесь Назад Разворачиваетесь После Вот Это Запорожца Здесь Имеется За Голду То Нету За Серебро И Это Мне Немного Не Нравится С учетом Обновления Фирменного Магазина Должно Что-то Ремонтироваться Почему Здесь Именно Только За Голду В ней Также Вы Найдете В этом Магазинчике Брендовые Вещи Которые Можно Клеймить Так Сказать Поставить Своё Клеймо И Она Будет Именной Также В Ограниченном Количестве Она Вышла Пожалуйста Альтернатива Если Вы Конечно Вы Не Будете Традить За Голду Но Хотел Была Еще Напомнить У Нас Была Такая Катушечка Вот Вятка Которую Мы Брали Вначале На Дачном Пруду Вначале Нашего Нашего Развития Для Того Чтобы Прокачиваться Чтоб Лишний Раз Не Тратить В Данный Момент Либо Это Ошибка Либо Это Какие Сделали Сделали Вот Такую Нехорошую Вещь Что Ремонт Данной Катушки Теперь Заоблачный И Смысл В ней Почти Пропадает Только На первый Раз Ее Попользоваться Ею Чуть Чуть И Можно Выкинуть То есть Она Больше Никуда Не Нужна За Такую Цену В ремонте Это Бред Ну Вот В прямом Смысле 300 Серебра Платить За Ремонт Ну Это Совсем Не Тем более Для Маленького Уровня 300 Серебра Это Большие Бабки В игре Так Вот Вы Спокойно Можете На Вьюнке Проверять Всегда В основном Тоже Бывают Какие То Моменты По Ремонту Сами Видите Цены Тут Конечно На Механизм Прям Офигеть Я Конечно Сам Попутал Ребята Сказали То Что Посмотри На Изменили Потому Что Было 80 Серебра Сейчас Будет Возможно Что То Другое И Опять же Цена Будет Выше И Говорят Что На Вьюнке Если Ремонтировать То Качество Ремонта Хреновое Типа Отремонтировал На Вьюнке Либо В другом Магазине На Волхове Либо В официальном И Совершенно По Разному Все Убиваются Ну Где То Китайские Детали Где То Еще Что Так же С Обновлением Нам Прилетела Новая Водка Ценой Она Почти Такая Же Дает Она 10 Процентов К Получаемому Опыту Так Что Опять же Это Вам Смотреть Немного Она Дешевле Чем У Нас Империал Но Прям Такого Сверх Естественного Что В этом Во всем Я Не Знаю Значит На Тунгус У Нас Магазин При Входе Сразу С Причала Заходите Магазин Рыболовный Пробегаете Его Мимо Подарочку И С правой Стороны Магазин Артель В ней Вы Найдете Кстати Ту Самую Водку Которую Вам Только Что Говорил Тунгус И Соответственно Новые Виды Ваблеров Новые Виды Приманок И Также Бубен Да Не забывайте То Что Бубен Мы Используем Для того Чтобы Сделать Круг Вокруг Своих Снастей Чтоб Поймать Трофея 8 раз Пробежал 10 раз Ударил И Все Хорошо У вас Будет Трофейная Трофейная Рыбка В кармане Ну Конечно Это Шутка Но Кому Это Заходит Кому Это Интересно Так Что Смотрите Сами Это Вам Это И Водка Передается И Бубен Тоже Передается Я Все Раздавал Все Подавал Бубен Мне Не Интересен На Него Не Клюет Вот Что Еще Я Забыл Вам Рассказать Актуальность Матчей Как Я Говорил В предыдущем Виде У нас Возросла Я Сейчас Упор Сделал На То Чтобы Мне Накопить На Матчи Потому Что Хочется Что Фармить Рыбку Здесь Тоже Самое Которое Клюет На Спиннинг И Клюет На Поплавок Она Очень Неплохо Дает И По Опыту Нет Нет И Неплохо Дает По Заработку 300 400 Монет За час На Две Палки Матчи Сделать Прям Как Нифиг Делать И Это Очень Интересно Да Низкопрофильный Сейчас Я Вам Покажу Которые У нас Появились Много Очень Новых Катушек Низкопрофильных Но Тесты У них Конечно Беда Бедой Единственное Что Мне Стало Интересно Это Одна Из Катушек Это Пульсар Если Не Ошибаюсь Называется Она Более Такая Адекватная Как По Мне Но Опять Ж Она Стоит Немалых Денег Она Стоит Почти 5000 А 2,7 Грам Вот Она Неплохо Зайдет Кстати На Тунгуск До 30 Уровня В принципе Ее Можно Взять И Придатка Неплохая Фрик Неплохой Ну Так Что Смотрите Она Очень Неплохо Я думаю Вклеится Под Легенду И Можно Будет Неплохо Так Ловить У Меня Тоже Сейчас Всего Лишь Две Катушки Это Зеро Старая И Адмирал Адмирал Который Здесь Вон Десятку Стоит Я Его Взял И В принципе Не жалею Очень Хорошо Неплохо Кидает И Пользуюсь Адекватно Еще Времон Даже Не сдавал С выходом Тунгуски Ничего Не дел Еще С ней Именные Внизу Которые Вы Видели Они Также В магазине Займон Также В Ограниченных Экземплярах Вышла Которые Вы Можете Приобрести Только За Золото И Сделать Для себя Подарок Что У вас Есть Такая У нее И Тест Как я Уже Говорил 1.6 И Также Другая Катушечка Вот Она Которую Вы Видите На Экране У нее Тоже Тест Такой Стоимость Почти 50 Голды Это Не Реклама Это Я Вам Рассказываю Что В принципе Мы Нашли Вернемся К матчам И Поплавку Да Актуальность Матча Поплавка Возросла С учетом Того Что У нас Раньше Именно По Рекордам Они Это Делали У нас Много Водоемов Стало Именно Как Использование Ультралайтового Маха Это Донец Там Можно Половить Также И Здесь Можно Мудриться На Тунгуски На Северском Донце Также На Ахтубе Использование Маха Матча То есть Актуальность Поднялась Прям Сразу С выходом Тунгуски И Кстати Буду Проверять Теперь Опять На бойлы На Той же Самой Янтарки На Медвежки На Строги Что У нас Получится На Матчи Ловить С учетом Данного Обновления По Всем Другим Нюансам Я вам Уже В принципе Рассказал Катушки Можно Смотреть Новые Катушки Я хочу Просто Пощупать Посмотреть Как и Что Вы Говорите Много Кто Мне Говорит Типа Так Вот Есть Там Тесты Там Ребята Все Тестят Делают Ребята Молодцы Патриасовцы Прям Огонь Они Занимаются Этим Рассказывают Показывают Составляют Таблицы Ну Как я уже Говорил У каждого Человека Есть свое Мнение Я вам Высказываю Свое мнение Ссылаться На кого Я не хочу Я пока Сам Не пощупаю Пока Я сам Не Пойму Что И как Больше Для меня Подходит Потому Что Я для себя Это все Составляю Какие Нюансы Составляю Снасти Где-то Что-то Подбираю Где-то Либо Что-то Ловлю Я не хочу Брать Во внимание То что Вот Видите Там у того Вот это Есть А вот Это Вот у Меня Есть А вот Это Вот Все Хорошо Да Закупаюсь Я сейчас Очень много Именно Личинками Там Кастр Короед Ручейник Сейчас Это все Работает На это все Можно ловить Вертушки Тоже Интересные И на Будущее Я вам Просто Расскажу То что Ребят Когда у нас Будет опять Надеюсь Новогодняя Ярмарка Берите Все что там Есть По возможности Я конечно Не говорю Что там Катушки Либо Еще что-то Ну Именно Из расходника Который мы Используем Это Поплавки Ваглеры Которые вы Сейчас все Ищите Также Кормушки Которые на Инлайн Используют И многое Другое Так что До новых встреч Пока Пока Увидимся В новых сериях А теперь Всего доброго Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...